Android Insider производительная начинка и приятный современный дизайн. Мечта одним словом. Речь идет о новой модели компании High Screen. Модель получила название Alpha Air. В этом обзоре мы попытаемся понять, так ли на самом деле хорош Alpha Air. Прежде всего, по традиции, начнем с внешнего вида устройства, его сборки и общих впечатлений. И в первую очередь стоит отметить, что High Screen Alpha Air поставляется с дополнительным комплектом задней крышки и батареи. Вторая батарея усиленная и имеет рекордную емкость 4000 мАч. Правда, за такую чудовищную емкость пришлось поплатиться габаритами. Усиленная батарея практически вдвое толще стандартной и даже немного толще iPhone 5. Однако, такая мощная батарея даст вам невероятный прирост автономной работы смартфона. Alpha Air с легкостью проживет 4-5 дней в среднем по нагрузке режиме и 2 дня в режиме использования нон-стоп. Все это хорошо, конечно, но девайс с такой батареей превращается в неуклюжее чудовище, которое с трудом помещается в карман. В общем-то, телефон с усиленной батареей – это штука не на каждый день. Думаю, чаще всего вы будете использовать Alpha Air со стандартным аккумулятором на 2000 мАч. Его хватает на день активного использования, да и телефон с такой батареей похож все-таки на что-то приличное. Пару слов о сборке. Она у Alpha Air на высоте. Детали подогнаны отлично, они не скрипят и не люфтят, и даже чтобы просто снять заднюю крышку, потребуется усилие. Вот у кого стоит поучиться Samsung. Единственная претензия к корпусу, которая у нас возникла, это расположение кнопки включения блокировки. Инженеры High Screen впихнули ее на верхний торец устройства, и это, мягко скажем, не совсем удобно, так как тянуться пальцем наверх 5-дюймового аппарата очень тяжело. Кроме кнопки блокировки, на верхнем торце расположились гнездо для наушников и порт microUSB. Нижний торец устройства занят отверстием микрофона, а левый отведен под кнопки регулировки громкости. На правом торце нет никаких элементов. На задней крышке можно найти глазок 8-мегапиксельной камеры. Она, кстати, выдающимся качеством снимков и не блещет. Камера как камера, ничего особенного. Теперь предлагаю перейти к самому главному и, пожалуй, самому заметному достоинству High Screen Alpha R, а именно к его 5-дюймовому IPS-экрану. Full HD-экран смартфона поистине впечатляющий и, я бы сказал, образцово-показательный. Угла обзора и цветопередача на высочайшем уровне вот тут-то поучиться не помешало бы компании Sony, ведь они в свой флагманский продукт с огромным ценником поставили экран гораздо хуже, чем экран недорогого High Screen Alpha R. Мы вообще не видели экрана лучше в ценовом сегменте 13000 ни у кого. За это компании High Screen полагается жирный такой плюс. Из минусов, а он у экрана Alpha R только один, это слабоватая максимальная яркость. Ее хватает в большинстве случаев, но все-таки хотелось бы иметь небольшой запас. Пора переходить к производительности. Честно сказать, у нас были небольшие сомнения по поводу плавности работы интерфейса, ведь для обработки Full HD разрешения необходимы значительные мощности, и мы уже не раз видели, как лагают телефоны из-за высокого разрешения экрана. Но High Screen Alpha R нас частично в этом вопросе удивил. Почему же частично, спросите вы? Да потому что интерфейс практически голого Android 4.2.1 совершенно не лагает. Смартфон прекрасно справляется с такой нагрузкой, и более того, он справляется с этой самой нагрузкой даже в некоторых играх. Так, например, Dead Trigger просто летает на максимальных настройках и даже не думает притормаживать. А вот Real Racing 3 в Full HD работает уже не так плавно. Игра запускается, и в нее вполне можно играть, но уже не так комфортно, как в тот же уже упомянутый Dead Trigger. FPS немного проседает, и в сложных сценах заметны откровенные лаги. Но все-таки играть можно, если очень хочется. По большому счету, производительности четырехъядерного процессора MTK и видеоускорителя PowerVR 544 хватает для хорошо оптимизированных игрушек и повседневной работы. Для подтверждения этих слов могу лишь продемонстрировать неплохие результаты бенчмарков. В Antutu смартфон набирает чуть больше 13 тысяч баллов, а в тесте Geekbench 2 почти полторы тысячи. Подводя итог, хотелось бы отметить приятную тенденцию, которая прослеживается в продуктовой линейке компании High Screen. С каждым выходом новых продуктов компания High Screen подтягивает их качество, и вполне возможно, что в будущем High Screen сможет предложить смартфоны, которые ни в чем не будут уступать флагманам именитых брендов. Во всяком случае, все к этому идет. Пока продукты High Screen в некоторых моментах, таких как качество съемки камеры, немного все-таки уступают именитым брендам, но уже сейчас некоторые моменты, к примеру, качество экрана и цена устройства, уже остаются за компанией High Screen. А на этом все. Подписывайтесь на новые видео, жмите на большие пальцы вверх под этим видео, и про сусалочки тоже не забывайте. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»